Друзья, всем привет! С вами Маша Соколова. Ну что, мы начинаем новый сезон на нашем канале. Начинаем его, естественно, со спортивного ролика, несмотря на то, что год у нас начался с влога ZZBAR, но ничего. Собственно, сегодня я нахожусь в месте, которое совершенно для меня не свойственно. Нахожусь я, как вы видите, на льду, что для меня совершенно необычно. Делать я это не умею, никогда не пробовала и совершенно не уверена, что сегодня это закончится успешно. Но, тем не менее, сегодня нас ждет очень интересный ролик, очень интересная тренировка, а именно фитнес на льду. И сегодня в гости я пришла к Саше Деевой. Это мастер спорта по фигурному катанию. Саша, ты иди сюда. Здравствуйте! Вот, собственно, это Саша. Саша написала мне в директ, приходи ко мне на тренировку. Я подумала, почему бы не прийти и не снять это все как полноценный ролик и поделиться с вами опытом. Расскажи, что меня ждет. Вас ждет сегодня тренировка. Именно тебя. Расскажи, да. Ждет тренировка фитнес на льду. Будем учиться кататься с элементами фитнес-упражнений. Мало того, что я не умею кататься, мы сегодня засунем еще и фитнес-упражнения туда. Ну ладно, это очень интересно. У меня на поясе, посмотрите, уже находится резинка, которую сейчас мне придется как-то задействовать. Я боюсь. Ну, не бойтесь, сейчас все получится, потому что я вам все объясню. Что делать в случае, если я упаду? Я точно упаду 100%. А давайте сейчас выйдем на лед и попробуем с вами как раз-таки упасть, научиться падать и научиться тормозить. Это самые основные моменты техника безопасности. Не прям падать сейчас будет? Ну да, ну попробуем ледочек. Что? Что за начало вообще такое? Я не была к этому готова, но ладно. Так, последняя моя героическая попытка выхода на лед была предпринята, когда мне было 7. Она была не очень успешной, я замерзла и сильно плакала. Это все, что я помню. Ну давайте. Надеюсь, я не без слезы. Жесть просто, жесть. Я трусиха страшная, вы чтобы вы понимали. Да, да чехочек подоезжать. Это песня из Титаника. Чисто корова на льду, вот выглядит вот так. Наконец-то тайна раскрыта. Ты знала, что я буду этим всю жизнь потом заниматься. То же самое, как мы входим, просто отрываем ноги и стараемся не заваливаться ни вперед, ни назад, чтобы держать равновесие. Если слишком сильно валить вперед, соответственно, мы чуть-чуть себя подаем назад. Аналогично, если валим с вами назад, выравниваем мы себе первый площадь. Если бы вы только видели, как сейчас мы это снимаем. Как бы у меня два оператора спокойно на коньках это делают, а я просто как лох, спортсмен тоже. Так, отрываем ножки с вами. Раз, два. Как мы падаем? Чтобы не больно удариться даже если мы падаем, мы подставляем ручки вперед, тянемся на бочок и падаем на мягкую часть бедра. Холодно, это как, боже мой. Так, а теперь отсюда надо выйти как-то. Да, и встаем просто так, на, как с пола. Да, отлично. Ё-ка, красоты! Ладно. Так, первая миссия выполнена довольно успешно. Если падаем назад, валимся, мы так раз завалимся. То же самое, только вот сюда на бок. Ну что, мы, собственно, приступаем к нашей первой части, к разминке, правильно? Да, начнем с вами с разминки. Что мы делаем? Так, надеваем резиночку чуть ниже колена, коленей. У нас специально дали красную, самую тугую. Я же, блин, фитнесист. Вабу попроще, да? И начинаем. Давайте отборчик отойдем. Я не хочу отсюда сходить. Давайте хотя бы чуть-чуть, а то так будет соблазнен лежать за него. Так. Так, ставим ручкой в сторону. И ножками пробуем делать размножки. Вперед, назад, да. На одном месте. А как это делается на одном месте? Да. Вот так. Почему я сегодня могу продумать? Стараемся, да, держать. Сюда вместе, носки, на одну, вместе, делаем размножки. Да, добавляем теперь ручки, подключаем. Десять разочков. Давайте вперед. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. И назад начинают ручки работать. Раз, два, три. Ножки стараемся выпрямить вообще. Тихо. Стою. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Отлично. Теперь ставим ручки на пояс. Ага. Резинка нам тут не пригодится. И пробуем с одного зубчика на другой. Перекатимся. Раз, два. Как? Давайте один зубчик ставим. Да. И перекатываемся. Раз. О, я не могу. Два. Меняем. Да. Одна ножка, другая. Здесь хорошо. Раз, два. Боже. А я без поддержки это не смогу сделать, Анна. Пять. Шесть. Не бойтесь. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отлично. Будем считать, выполнено успешно. Так. Теперь мы будем делать приседания. Спилька ровная. Давайте сначала поставим одну ножку на зубчик, чтобы попроще было. Одну ножку на зубчик, да. Ставить одну ножку на зубчик, это нифига не просто, ребята. Так. И садимся вниз. Делаем десять. А почему нельзя сразу на двух ногах это делать? Это сложнее немножко будет. Я хочу попробовать. Я выбираю сложный путь. Сложный вариант? Хорошо. Давайте на двух ножках сразу. Делаем десять приседаний, ручки впереда. Раз. Выросли. Два. Выросли. Три. Выросли. Четыре. Выросли. Пять. Выросли. Шесть. Выросли. Семь. Видел, как я могу? Восемь. У вас отлично получается. Девять. Десять. Теперь задержали снизу. Делаем десять. Отведение ножки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я чувствую себя уже просто суперпрочко. Восемь. Девять. Десять. И внизу остались на десять секунд. Раз. Отличная тема. Забить ноги в тот момент, когда ты даже не умеешь стоять. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Вырастаем. Попробуем с вами. Поднимаем резиночку. Держаться на одной ножке. Да, конечно. Зобственно. В чем проблема? На секундочку. Ручки ставим в стороны. Смотрите. Когда катаетесь, лучше держать ручки максимально натянуты, чтобы они вам помогали держать равновесие. То есть, если они вот так будут болтаться, сложнее будет держаться. Когда они натянуты, и все. Да. Мы начинаем. Давайте сейчас с вами попробуем устоять и подержаться на одной ножке. Угу. Да, на одной ножке. Стоим. Стоим. Хотя бы секундочку. Капец непросто, ребята. Да. На одной ножке стоим. И задерживаемся. Да. На самом деле, это сложное упражнение. Даже мне тяжело там устоять и играть. Ну, так вопрос о том, что насколько важно заниматься разными видами спорта, потому что вот здесь конкретно те мышцы стабилизатора, которые развиты у Саши, не развиты у меня. Они в спячке, потому что они не знают такой нагрузки. Сейчас одно из основных упражнений базовых – это фонарик. Для того, чтобы нам его сделать, мы садимся, сгибаем ножки. Обязательно у вас попа должна сидеть на пяточках. Ни в коем случае не наклоняем корпус вперед. Да. И пяточки соединяются. Выжимаемся, соединяются носочки. Да. Делаем кружочек, рисуем. Давай. В какой-то момент мой фонарик решил, что он… Да. И то же самое назад. Носочки тут собраны и рисуем кружочек. Выбираем пятки. Ну что, с ума зашли? Я так не смогу. Я так не смогу. Я так сейчас… Я упаду сейчас. Сейчас, секунду. Подсаживаемся и рисуем кружочек. И то же самое обратно. Да, хорошо. Короче, если вы любите или покататься на коньках, но вам скучно, берите резинку, используйте все эти упражнения. Помимо приятных ощущений, вы будете еще и зад качать, собственно, на льду. Так. Да. Давайте с вами попробуем уже выучить основные элементы базовые фигурного катания. Поедем. Основной шаг – это елочка у нас. Мы делаем упрощенный вариант и поедем просто в шаги. Давайте попробуем доехать до бортика и обратно до чехла. Ручки натянули. Я хочу хотя бы как-нибудь проехать. Да. Просто перешагиваем, как обычно. В шаги. Да. Вниз не смотрим. Выбираем себе, например, тот, какой взгляд. Так. Что делать ногами? Ножки просто отрываем поочередно. Одна ножка, другая ножка. Как вы шагаете в жизни? Да. Один из самых основных элементов, который будем на катании. Можно мне поддержку? Да. Толкаемся. Вниз не смотрим. Жесть просто. Жесть. Я трусиха страшная, вот чтобы вы понимали. Я очень сильно не люблю падать и так далее. И вот этот страх падения, он мне всегда стал... На самом деле, когда я летом первый раз встала на САП, у меня была такая же история ровно до того момента, пока я один раз не упала. После того, как ты падаешь, и понимаешь, что в принципе, как бы пофиг. Это совершенно не страшно. Ну, встал, упал точно, и встал, пошел дальше. Мне кажется, тут такая же история. Надо пару раз хорошо упасть и понять, что в принципе, ну как бы не проблема. Ничего, ничего такого. Ничего страшного. Главное, не бояться. Да, встал, что ты из Титаника. Толкаемся, одна ножка открывается, другая. Давайте попробуйте сами теперь. Да это невозможно. Это просто невозможно. Попробуйте, я вас буду подстраховывать, но и еще. Да, отлично. Лопаточку собирает. Красивая, это самое главное. Щея длинная. Да, красивая длинная. Да, супер. Да, ебра, супер. Как тяжело там, мамочка, дорогая. Я знала, что я буду этим всю жизнь потом заниматься. Есть. Теперь вы доехали сами. Я доехала сама. Это было, конечно, в исполнении вот чисто коровы на льду. Вот, выглядит вот так. Наконец-то тайна раскрутка. Это я. В фигурном катании приседание называется саночки. Будем делать с вами пять шагов, как вы сейчас делаете. И садимся. Да, блядь, что это за бред вообще? Ну что это за глупость просто? Ну как я это сделаю? Три, четыре. И пробуем всех вниз. Да, садимся, садимся, садимся. Да, супер. И все, да? И опять набираем стройки. А я нужно ехать в тот момент, пока я... Да, получается, пять шаговон-дыхали и опустили. И супер. Я справилась. Хорошая. Так, давайте теперь подъедем к бортику. И для того, чтобы чуть-чуть лучше у нас там на одной ножке мы могли удержаться, сейчас делаем одно упражнение. Отлично, упражнение на баланс. Сначала держим ножку, 10 секунд. Потом 10 секунд, 10 раз мы садимся на ножку, делаем непольшое приседание и стараемся садить, чтобы колено вовнутрь не заваливалось. Коленочка смотрит на мизинчик. Делаем 10 раз приседание. И потом 10 раз отведение ножку назад. 10 секунд, да, стоим. Раз, два, три, четыре. Ножку натягиваем. Решила вывендриться. Семь, восемь, девять, десять. И 10 раз вздеваем. Спинку держим ровно. Вот тут как раз-таки не прям как в фитнесе мы попу отставляем назад. А тут стараемся спинку держать ровно. Ножку натягиваем. И садимся спинку, открываем шиже. Все, давай теперь ножку натянули. Раз, два, три, четыре, и пять. И теперь 10 раз отводим ножку назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Жопа моя просто загорелась. На самом деле, блин, это очень сложно, потому что каждый раз, когда ты пытаешься выполнить либо мах, либо присед, тебя автоматически толкает назад. И ты должен для этого напрягать мышцы пресса для того, чтобы себя удерживать. Собственно, самая важная часть в моем сегодняшнем финале, триумфе, это поклон и красивый уход со сцены. Сейчас Саша меня научит. Так, чтобы сделать поклон, мы делаем шаг в сторону. Ручки поднимаются через вниз, наверх. И делаем шаг с ножкой на зубчик. И ножку назад. И с головой тоже. С одной ножки. Ручки через вниз наверх. И ножку назад. Ну, вот это вот у меня не получится. Ладно, мы считаем, что я сделала. Я молодец. Ну что, друзья, вот такой замечательный ролик у нас получился. Супер необычная сегодня была история. Я на льду оказалась. Да, плюс ко всему, мне еще и Саша показал очень классную тренировку. На прокачку вообще мышц ног, мышц всего тела, всех наших стабилизаторов. Особенно если вы новичок, как я. Поверьте, нагрузка будет очень хорошая. Обязательно попробуйте выполнить тренировку. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И, конечно же, перейти по ссылке, которая находится в описании ролика, на страницу к Саше. Посмотреть ее замечательный профиль, все ее красивые видео, где она так красиво делает ножкой. И изучить ее проект, собственно, проект фитнес на льду. Да, Skating Fit. Да, вы можете прийти к Саше на тренировку и точно так же попробовать потренироваться вместе с ней. Она нас поставит на коньки и научит делать все очень красиво. Вот. Собственно, я надеюсь, что это мой не последний опыт. Да, я жду вас всегда. И я к Саше еще похожу. И через какое-то время вы увидите какие-нибудь грациозные, красивые фотки в моем инстаграме, как я там с ногой, с растяжкой еду красиво полю. Саша, очень рад, что познакомиться. Да, мне очень приятно. Вот. Всем спасибо за ролик. Обязательно поставьте лайк, подписка на канал, колокольчик. Вот. Все дела. Мы пошли дальше кататься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.